доброго времени суток мои мои дорогие инопланетяне слушатели зрители ну вообще все кому как бы не очень спится или уже не спится я хотела с вами сегодня очень серьезно поговорить потому что я села пытаться готовить для вас видео про вопрос по келиуму и я поняла что в какой-то момент я видимо вас очень сильно запутала потому что основной основной вопрос это про матриархат про то каким образом хвосты и причем хвосты в разных вариациях вообще связаны то есть ну у меня было несколько толковых вопросов реально по истории келиума под видео на которые я отвечала то есть это были вопросы как выглядят как как выглядят огненные жители это были вопросы о том соответственно какие персонажи как связаны то есть были дельные вопросы которые реально были по келиуму когда вы спрашиваете меня о персонажах истории лу под видео к келиуму это ну это не совсем корректно просто потому что вот как раз таки я вам хотела сегодня объяснить на чем разница тоже так поняла что это я вас запутала что на самом деле может быть рано было вообще рассказывать про келиум потому что знаете это очень тяжелая история не конкретно о моей связи с истории келиума но вообще вот келиум это очень очень для меня это нечто родное нечто очень очень дорогое потому что я эту историю храню уже порядка десяти лет то есть да на очень 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 древняя без шуток я не помню когда я ее придумала как я ее придумала и зачем просто в какой-то момент она появилась она фигурировала в моих каких-то блогах то есть в первых каких-то попытках познакомиться с людьми на просторах интернета то есть была какая-то связь проглядывалась я кому-то что-то рассказывала но сама по себе история келиума вот именно в полноценном формате она нигде кроме как в моей голове не существует собственно поэтому когда я поняла что я вас немножко запутала мне как-то стало с одной стороны с одной стороны чуть-чуть обидно но с другой стороны я понимаю что это я вас запутала и как бы это моя вина не ваша вот поэтому я хочу вас сейчас распутать и пояснить да собственно первый момент который я сразу хочу уточнить и попросить вас не сравнивать ни в коем случае это то что было очень много комментариев относительно того что келиум похож на аватара я не спорю что этот мультсериал причем да я я так поняла что речь идет именно мультсериале аватар потому что ну я не заметила синей кожи у своих персонажей так вот фишка фишка сериала в чем мультсериала в том что есть определенные люди с определенной властью над стихиями и да ну и как бы вяжется все на войне добра и зла тыры-пыры 5 10 там рождается подаренный мальчик я как бы понимаю что тем что главная героиня и там главный герой мультфильма они скажем так разделяют стихию у меня летает мотылек это конечно просто звонит звоночек у вас в головах но я хочу сказать что на самом деле за мои годы скажем так просмотра различных сериалов было очень много сериалов непосредственно связанных с со стихиями с особыми людьми вот и у меня например звоночек не звенит просто потому что ну возможно кто-то там в полуха слушал и так далее прежде всего прежде всего прежде всего история кельюма завязана на религии то есть это про мир это то что то что было до нашего современного рая и ада то есть до история предполагает собой существование рая и ада в классическом представлении хочу заметить то есть да что там в один попадают грешники дорог в другой попадают там шибко хорошие люди но опять же там есть несколько отклонений причем отклонений достаточно весомых и вот на этих отклонениях и строится вся история то есть история это строится на то на чем что в аду застряли как бы революционеры да повстанцы как обычно еще в кино называют то есть те кто боролся за некую некое понятие свободы адом правит правит некая бюрократия что ли ну давайте назовем это так потому как слово лучше я на данный момент не придумала и когда все это завязывается на стихиях все это завязывается на какой на какой-то про религии вот и опять же опять же главное отличие когда мы говорим про историю олу то там действительно в какой в какой-то мере матриархат то есть действительно в истории об морских львах даже об океанских львах потому главное местных обитания все-таки океан там действительно речь идет о жрицах там речь идет о воинах женщинах то есть там главнокомандующим армии например является верховная жрица то есть она ведет всех в бой они просто там грубо говоря воодушевляет солдат вот и за счет этого да там действительно правит женский народ но там есть мужчины то есть мужские персонажи будут не парьтесь например у есть старший брат вот в скором времени я вас даже познакомлю как говорится то есть на данный момент я на полном серьезе занимаюсь проработка его персонажа потому что я понимаю что нужен некий такой циник рядом вот который будет ее немножко тормозить если же говорить про келиум то там как раз таки матриархата нету то есть там наоборот принижают права женщин и главная героиня становится первой женщиной воительницей и грубо говоря не только воительницей но и принцессой воительницей вот такой вот еще момент поэтому ну в принципе история келиум она на чем построена там идет война сестры и брата за некую не то что за не то что за власть все началось с того что они расходятся расходятся вам во мнениях относительно того кто должен кто должен править и и кто должен отправиться в нижний мир то есть когда разваливается келиума чего он разваливается погибают их родители и соответственно им нужно разделить владение вот потому как но она отказывается быть просто придворной дамой и собственно вот с этого все начинается то есть все начинается с того что девушка хочет править и ну в общем приходится им бороться скажем так да вот такие вот пироги вот такие вот истории лужа бороться ни с кем не приходится ее ждет судьба королевы ее лучшая подруга планирует стать верховной жрицей ну как бы у них все должно было бы закончиться очень хорошо если бы лу не открыла для себя мир людей вот то есть опять же если мы говорим о непосредственной истории лу то она происходит в настоящее время то есть ей доступны все благи этого мира в будущем ее истории скажем так мы говорим там про про iphone и про компьютеры и про прочее 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 то есть она со всем этим познакомиться если же говорить о келиуме то это времена когда еще людей в помине не было то есть вот вот до такого доходит собственно и ну наверно наверно этим эта история интересна то есть мне всегда хотелось знаете узнать что было до что было до того как появились люди и если брать религию то ну вот что что ад что рай это же все должно было откуда-то прийти правильно значит должно было быть что-то до и как бы ну это вот такая вот моя история поэтому пожалуйста все кто просмотрел это видео что ребят вы вы не обижайтесь что я не отвечаю на конкретно заданные вами вопросы но вы реально перепутали две темы то есть вот вот это лу а вот это главная героиня келиума это человек нет пардон это не человек это представитель стихии воздуха а вот она морской лев то есть как бы ну это это вообще два разных создания они живут в двух разных временах единственная отсылка будет когда лу найдет собственно старую книгу легенд она узнает о вот том что она сделала вот и как бы это единственное упоминание которое будет во всей истории единственное пересечение скажем так потому что ну потому что это две разные истории такие вот дела так что да простите за такой всплеск энергии спасибо вам большое за то что смотрите пожалуй я до выходных исчезаю но на выходных ждите у меня для вас есть большие большие сюрпризы и я так хочу рассказать я так хочу рассказать это я так же но я цею я так же